Девушки отдыхают Кори был точнее и разнообразнее заряженного на удар противника. Джуда был менее точен, но его удары запоминались зрителям, так как он атаковал очень размашисто и ярко. Боксеры обменялись нокдаунами после экватора. В 11 раунде на конвасе побывал Джуда, а в финальной трехминутке на настиле ринга оказался Спинкс. Итогом 12-раундового противостояния стала победа Кори Спинкса единогласным решением судей. 10 апреля 2004 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США, в бою за вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO, встретились бывший обладатель этого титула, украинец Владимир Кличко и американец Лейман Брюстер. Начало поединка прошло с небольшим преимуществом Владимира. В четвертом раунде украинцу удалось отправить соперника на конвас, но Лейман смог подняться и продолжить схватку. В следующей трехминутке Кличко набросился на соперника в надежде добить, но сам нарвался на несколько точных контрударов и оказался в стоячем нокдауне. В следующей атаке, воодушевленный успехом Брюстер, вновь хорошо попал по сопернику и Владимир во второй раз оказался на конвасе. В итоге рефери остановил поединок, зафиксировав досрочную победу нового чемпиона мира Леймана Брюстера. 10 апреля 2015 года в Москве, Россия, российский чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев провел очередную защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал конголезец Яури Каленга. Поединок прошел в конкурентной борьбе. В четвертом раунде после точной атаки претендента чемпион оказался в нокдауне, но смог восстановиться и продолжить бой. После экватора преимущество перешло на сторону россиянина. В седьмом раунде на конвасе побывал Каленга. Лебедев не стремился добить соперника и противостояние продлилось все отведенные 12 раундов. В итоге Денис Лебедев победил единогласным решением судей и отстоял свой титул. 10 апреля 2010 года в Санрайзе, штат Флорида, США, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC, американец Андре Берто, провел четвертую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO, пуэрториканец Карлос Кентано. Чемпион смотрелся предпочтительнее по ходу боя, Берто был точнее и разнообразнее соперника. В третьем раунде с Карлоса сняли балл за преднамеренный удар по затылку. В восьмой трехминутке после очередной затяжной атаки чемпиона рефери остановил избиение пуэрториканца, зафиксировав досрочную победу Андре Берто.